Итак, мы с вами приступаем к сегодняшней лекции. На самом деле, мы недостаточно серьезно оцениваем, что такое время. И, допустим, женщина может подумать, что можно родить позже. Сейчас надо пожить немножко. Не обязательно рожать в молодом возрасте. О том, когда она собирается рожать по коже, она уже не может родить, или она рожает нездорового ребенка. И она удивляется, почему так произошло, почему так случилось. Точно так же у нас сейчас принято собирать урожай зелеными, зеленых помидор, допустим. И потом они дозревают сами. И они не могут быть такими же вкусными, как те, которые сорваны вовремя. Мы не уделяем серьезного внимания, пониманию, что время – это главный фактор. Помидоры могут быть очень хорошего сорта. Они могут быть очень хорошие, сами по себе, без нектрадов. Но если они сорваны чуть-чуть пораньше, то они не будут обладать силой совсем. Они не будут нести в себе силы. Хоть они и дозреют, но толку в них не будет уже. Мало толку. Это означает, что время – это главный фактор. Время главнее, чем… Вот сейчас очень много диетических рекомендаций. А есть всякие сыроедения, другие питательные системы. Это все хорошо. Но все эти системы не учитывают время. Сейчас мы с вами поговорим, что важнее. И так существует древняя ведическая мудрость, которая звучит – время, место, обстоятельства. Время – это самая большая сила во Вселенной, которая только существует. Время – это сила, которая двигает как бы по орбите жизни всю Вселенную. Все объекты Вселенной двигаются от юности к старости. То есть это движение идет к циклами. Наше тело, наши клетки нашего тела, атомы нашего тела, наш ум, наш разум, наше эго. Ложное эго имеется в виду материальная субстанция. Все это двигается силой времени вперед. У нас есть орбита жизни. Или как бы цикл, который мы должны прожить в эту жизнь, потом будет следующий. Жизнь в материальном мире циклично. Этот цикл изменить невозможно. Я слышал такие как бы лекции по иурведе, когда говорят, что вот смотрите, мы мажем крем на кожу, и она молодеет. Это невозможно. Кожа не может молодеть. Почему? Она может быть без морщин там и так далее, но человек все равно помрет в то же время, которое мы положим. Померя. Это невозможно. Никто не может пересилить время. Кожа может быть без морщин, но это не значит, что она молодая. Она уже женщины, той женщины, которая имеет такой-то возраст. У ней кожа такого-то возраста. Ее можно поддерживать в сохранности. Просто мы не знаем, что мы стареем преждевременно. Мы стареем преждевременно, потому что мы неправильно живем. Мы должны вот сейчас, на данный момент времени, у нас, мы должны жить 120 лет. Существует ведок знания, на какой момент времени, сколько лет жить. С каждым столетием продолжительность жизни человека сокращается. Сейчас, на данный момент времени, мы должны жить 120 лет. Но мы не можем. Естественно, если человек начнет правильно жить, у него и кожа становится чуть-чуть лучше, чуть-чуть все улучшается, организм улучшается. Но это не означает, что он молодеет. Он просто приходит в норму. Точно так же, как человек больной, допустим. Больной человек, он исхудал, потом он приходит в норму. Это не означает, что он помолодел. Он просто пришел в норму. Понимаете идею или нет? Итак, время, самая большая сила. Об этом мы сейчас еще поговорим. Дальше, место. Что такое место? Время, место, обстоятельства. Что такое место? Вы не знаете ни одного из этих факторов, большинство из вас. Но без этого, веды говорят, без знания этих вещей жить просто невозможно. Быть счастливым невозможно. Итак, что такое место? А? Местонахождение. Местонахождение, правильно. Ну и что это значит? Да, есть местонахождение человека. Есть пространство, в котором мы живем. Оказывается, местонахождение, если поставить, допустим, человека и обезьяну в одно и то же место, нельзя сказать, что они живут в одном и том же месте. Почему? Потому что, первое, они воспринимают мир по-разному. На них действуют разные силы. Первая причина, почему нельзя сказать, что они в одном и том же месте живут. И вторая причина заключается в том, что веды определяют место, понятие, что такое место для жизни, гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Оказывается, мы имеем духовную природу, и наше место для жизни – это наше тело, в котором мы живем. Таким образом, место, время означает, надо делать все вовремя. А место означает, что надо делать в соответствии с человеческим телом. Допустим, наши ученые говорят, мясо, белковая пища, много калорийная, там, если ее кушать, там, то да все, будут такие-то белки, аминокислоты, все будет хорошо. Хорошо, но, веды говорят, не для человеческого тела. Хорошо для животных, но не для человеческого тела. Потому что у нас есть субстанция одна, которая портится от мяса. Эта субстанция называется разумом. У животных ее нет. Да, человек ест мясную пищу, он входит в состояние депрессии постоянно, не понимает, почему ему так тяжело жить. Он думает, что ему тяжело жить от того, что все плохие вокруг. Но, как только он бросает есть мясо, проходит пару лет, и у него жизнь изменяется очень сильно. Ему становится намного легче жить. Вот смотрите, сейчас вот люди поднимут руки, кто это почувствовал на себе реально. А все остальные этому не поверят. Давайте, поднимайте руку, кто их почувствовал. Вот, а все остальные этому не поверят, которые не почувствовали. Потому что, чтобы в это поверить, для этого нужно почувствовать это. Так? Понимание, что такое человеческое тело, место, в котором живем, это очень важное знание, которое надо изучать сейчас, потом будет поздно. Потому что человек, который его не изучает, он лишается, он не может в своей жизни сделать ничего правильно. Дальше обстоятельства. Последний фактор. Вот это все диеты, которые вы выбираете. Как питаться, какой диетой, по какой системе, там, туда все, не учитывая ни время, ни место. А просто, какие продукты, там, какое блюдо, и так далее. Это обстоятельства, господа. Это самый последний фактор. Если вы питаетесь не вовремя, даже если вы питаетесь пищей, которая вам очень подходит, все равно это будет питание ущербным и угробит здоровье полностью. Это полная гарантия. Я вам сейчас это докажу во время лекции. Дальше. Если вы питаетесь не в соответствии с человеческим телом, не в соответствии с местом, в котором живете, тоже вот как бы пища это вам не подходила, вот мясо очень вкусно, очень нравится, все, счастья не будет, здоровья не будет. Потому что это не подходит к месту. И обстоятельства надо тоже учитывать. Обстоятельства означают, если, допустим, мало времени, чтобы кушать вовремя, и много времени, чтобы кушать не вовремя, надо быстрее кушать вовремя, пусть быстрее ты будешь кушать, но вовремя, чем медленнее, но не вовремя. Это уже обстоятельства. Какие обстоятельства в нашей жизни, они разные бывают, но надо иметь знание, как использовать сначала время, место, а потом уже обстоятельства. Итак, давайте будем говорить о том, что такое время. Время – это самая большая наказывающая сила, которая только существует в этом мире. И также самая большая сила, которая дает нам полный дельтаплан, автопилот, счастье. Если человек соблюдает режим дня, счастье приходит само, согласно ведом, его не надо ждать или звать. Просто оно приходит, само собой, в силу влияния сил этой Вселенной. Высшие силы Вселенной дают благословление нам. Мы можем научиться быть счастливыми сами по себе, и не надо для этого совершать никаких усилий, кроме соблюдения режима дня. Почему? Потому что все силы во Вселенной дают нам благо на совершение каких-то действий в определенное время. Каждая сила дает свое благо в определенное время. Если человек знает эту тайну, эту тайну, если человек знает, в этом случае он может делать то, что нужно вовремя, и он получает максимальный результат. Ведь вы же знаете, что это так, что к директору надо зайти вовремя, чтобы он подписал документ. Если кто-то из вас, из подчиненных, этого не знает, тогда вам просто нечего делать там на работе. Надо зайти к нему после обеда. Через 15 минут после обеда надо зайти, когда он только начал работать. Если вы зайдете через 40 минут, у него пища начнет перевариваться, и он ничего не будет соображать. Через 15 минут он будет веселый, бодрый, как раз вот надо засечь точно время. И вы заходите к нему, и примерно через 15 минут после обеда он улыбается, и вам подписывает документ. Все. Это означает знание того, что такое время. То же самое жена должна знать, когда говорит неприятности своему мужу. После обеда. Тоже после обеда. А если она ему скажет до еды, он сначала съест ее, потом свою порцию. То же самое, когда муж приходит с работы, сначала надо ему дать под душ, сказать, чтобы он шел под душ, а потом с ним уже разговаривать. Это означает правильное понимание времени, чего надо сделать сейчас, что потом. Но мы не знаем этого, многие люди не понимают этих вещей. Поэтому думаю, почему я такая несчастная? Итак, существует сила Солнца. Эта сила имеет огромное влияние. Можете проверить, насколько это влияние огромное таким образом. Когда вы спите, и Солнце пересекло горизонт, у вас где-то оно пересекает горизонт. Имейте в виду, что рассвет не играет никакой роли. Рассвет означает угол подъема Солнца. Солнце может подниматься под очень пологим углом, и поэтому рассвета не будет скоро. Но линию горизонта Земли, горизонт, понимаете, вот смотрите, вот мы находимся вот здесь. Да? Мы находимся сверху шарика Земли. Вот, мы находимся сверху. Солнце, оно проходит четыре линии на Земле. Вот смотрите, вот верхняя линия есть. Есть вот эта вот боковая. Вот смотри, когда Солнце на уровне вот этой боковой линии, если оно находится не на экваторе, то в этом случае солнечный свет, чтобы дойти до нас, он через вот эту Землю не может дойти, понимаете? Но Солнце уже на экваторе. Когда Солнце находится на экваторе, в этот момент все функции организма меняются на противоположные. Правое полушарие начинает менять, то есть у одного человека правое полушарие к пассивным становится, слева активным, у другого наоборот. Все меняется наоборот. Вот как раз в этот момент пересечения. У вас этот момент пересечения в 6.20. В силу того, что как бы ваше, ну здесь местное понимание зенита, оно немножко смещено. Это в 6.20 утра происходит у вас сейчас. А если вам переведут стрелки часов, то это будет уже в другое время. Итак, Солнце пересекает вот эту линию. Будем считать, что это линия горизонта. В этот момент она начинает действовать на психику человека. Да, под горизонтом еще не действовало так сильно. Оно действовало, когда было под горизонтом, оно заставляло человека спать. А когда оно выходит над горизонтом в 6.20, оно заставляет человека бодрствовать. И в этот момент у человека сильно снижается глубина сна. Он начинает чувствовать, что он становится поверхностным, и все начинают мешать спать. А спать хочется. И когда Солнце поднимается еще чуть-чуть выше, то появляется такое очень сильное, как бы, так как установка есть спать, наслаждаться, расслабиться. Но в теле начинаются ломота. То есть, жизнь энергии начинает двигаться в теле, и человек не может как бы уже лежать. У него появляются такие неприятные боли в позвоночнике. Он начинает вот валять дурака. То есть, он пытается вот так и так гнуться, и так, и перевернуться, и туда, и сюда. Он сопротивляется влиянию Солнца. Солнце поднимается. И чем выше оно поднимается над горизонтом, тем меньше у него сейчас шансов быть счастливым в этот день. Об этом мы будем говорить с вами сейчас очень серьезно. И так, согласно физическим писаниям, время – это аспект Бога, управляющий мирозданием. Время циклически воздействует на все материальное творение, двигая его к разрушению. Время – это самая большая наказывающая сила, действующая в материальном мире. Время всегда непреклонно наказывает всех, не желающих подчиняться его воле. Это независимая по отношению ко всем факторам, субстанция, которая, влияя на все виды деятельности материи, сама никогда не попадает под ее влияние. Время является связующим звеном во всех процессах изменения материи, происходящих во Вселенной. Время – все проникающее. И делится на три части. Первая часть – прошлое время. Прошлое время находится реально, оно существует реально сейчас, оно не ушло в прошлое. Те люди, которые считают, что прошлое время ушло в прошлое, у них есть такое заблуждение философское. Они говорят, вот смотри, я в прошлом совершил преступление, а сейчас уже время прошло. Зачем меня наказывать? Ведь я это совершил тогда, не сейчас. Тогда я был другим человеком, сейчас я уже другой человек, я все понимаю по-другому, поэтому меня наказывать не надо. Я совершил в прошлом. Тогда надо подойти к этому человеку и его прибить. И когда он будет умирать, он скажет, зачем ты в меня выстрелил? Это надо ему сказать, я в тебя не стрелял, это было в прошлом. Сейчас уже все, я не виноват, потому что время прошло. Понимаете? Некоторые люди перестают себя винить за то, что было в прошлом. Они говорят, а это было давно и неправда. Такая есть пословица в невежестве. Давно и неправда. Вот, оказывается, ничего, время прошлое находится тоже так же в настоящем. Доказать я могу, это очень просто. Достаточно человеку просто направить свой ум в прошлое, и он контактирует с ним немедленно. Этот процесс контакта с прошлым называется как? Ну-ка, скажите мне. Вспоминание. Вспоминание. Когда вы что-то вспоминаете, вы контактируете с объектом в прошлом. В прошлое время мы можем с ним только контактировать и считывать с ним информацию. Мы не можем действовать в прошлом времени. Это невозможно. Все эти фильмы о действии с прошлым временем, это невозможно. Веды говорят, можно действовать только в настоящем времени. В будущем мы тоже не можем действовать. Но будущее тоже существует прямо сейчас реально. И поэтому человек может узнать информацию о будущем и вспомнить информацию о прошлом. Оказывается, узнать информацию о будущем гораздо тяжелее, чем вспомнить о прошлом. А если вам говорят люди, человек говорит, что он помнит свою прошлую жизнь, его проверить очень легко. Надо его спросить, а что ты делал три дня назад? Или неделю назад, подробно опиши. Если он не сможет описать подробно, он забудет что-то. Это значит, что он не помнит свою прошлую жизнь. Потому что помнить свою прошлую жизнь в тысячу раз тяжелее, чем помнить то, что произошло неделю назад. Память-то одна и та же. Воспоминание, что неделю назад, что в прошлой жизни, одна и та же функция. Понимаете? А придумать можно все, что угодно. Или, допустим, он говорит, я знаю твои прошлые жизни. Это значит, что он помнит твои прошлые жизни. Надо также у вас спросить, что я делал неделю назад, опиши. Если он будет мя-мя, значит он не знает. Все очень просто, проверь. Там ни ребёхинг, ничего не поможет. Все это способы вытягивать деньги из населения. Итак, будущее время тоже существует реально, прямо сейчас. И человек может видеть, знать будущее, если он имеет чистое сознание, безгрешное сознание. Итак, время никогда ничего не прощает. Единственный способ не получить наказание от времени, это жить в ногу с временем. Другого способа избежать наказания времени не существует. Поэтому, если человек способен это понять, что время это самая сильная наказывающая сила, в этом случае он будет счастливым. В противном случае нет. Так человек, допустим, когда умирает близкий родственник, он начинает сильно плакать. А чего он плачет? По двум причинам. Первое. Он не успел до его смерти понять, что жизнь вечна, что он не умер на самом деле, что контакт остаётся в тонком теле. Он не успел это понять, времени хватило ему понять этому человеку, поэтому он плачет. Вторая, вторая причина заключается в том, что он не доделал по отношению к этому человеку что-то. Он откладывал на потом. Он не относился к нему по-человечески, не просил прощения, не пытался его простить, не выполнял свои обязанности. И потом, когда пришло время, у него щемящая боль захватила всё сознание. Он не знает, что теперь делать. Теперь ничего не вернёшь, он говорит. Оказывается, время наказывает очень сурово нас, господа. И мы должны это знать. И для того, чтобы процесс этот, как происходит этот весь цикл наказания времени человека, я сейчас вам объясню на примере режима дня. Оказывается, если человек выполняет режим дня с утра, то ему обеспечено гарантированное счастливое детство в следующей жизни. Если человек выполняет режим дня днём, значит ему счастливая молодость гарантирована. Если он выполняет режим дня вечером, значит ему гарантирована счастливая старость. Потому что маленький цикл движения жизни нашей является экзаменом, каждый наш день является экзаменом для нашей будущей жизни. И проживая каждый день, если мы выполняем экзамен, у нас определенное количество очков откладывается в нашем тонком теле ума. А потом это все суммируется и определяется, как нам дальше жить. Если человек каждый раз утром просыпал, он не хотел вовремя вставать, то его детство пройдет в полном невежестве. Если человек ложился поздно спать, это значит, что его ждут страдания в старости. Если человек ленился, не занимался тем, чем надо в течение дня, в обеденное, то есть в дневное время, это значит, что его ждут страдания в молодости. Понимаете, это однозначно описано. И мы не можем с этим никак спорить, потому что факт остается фактом. Каждый день является экзаменом для будущей жизни. Каждый день – это как маленькая прожитая жизнь. Так начнем разбирать аспекты времени. Существует два основных аспекта времени, которые влияют на наше сознание. Первый – повелевающий аспект. Он ставит нас в определенные рамки существования. Разумное живое существо отличается от неразумного только тем, что разумное живое существо понимает, что существуют рамки существования. Неразумное не понимает этого. Человек может быть в человеческом теле, имея разум, быть неразумным. Человек может быть неразумным. Это означает, что он не понимает, что надо делать все вовремя. У него нет этого знания. Если он думает, что надо ночью бодрствовать, а днем спать. Если он думает, что рожать надо в 50 лет. И так далее. То есть, если у него такие идеи в голове возникают, то это значит, что он не понимает, как надо правильно жить. И у него он будет иметь большие проблемы. Один мой пациент в Самаре, тогда еще закончил только медный институт. Я уже изучал эту тему времени. Серьезно очень. Я понял, что есть закономерности. Но я еще не связывал это с ведами. Он работал ночным сторожем в охране ночной. Постепенно усталость мозга его копилась. И наступил такой момент, когда он почувствовал сильное недомогание. Ему сказал, что он должен бросить ночную работу. Он говорит, что это невозможно. Это моя работа. Там оплата идет высокая. Военизированная охрана. Много платья. Я говорю, что тогда ты должен спать там на работе. Он говорит, что это тоже невозможно, потому что эта работа требует бдительности. Я ему сказал, что тогда ты неизбежно будешь страдать. Через пару месяцев он получил микроинсульт. Я его вылечил. То есть у него все восстановилось. Я ему сказал, бросай работу. Он не бросил. Через несколько месяцев он получил инфаркт. Мы его вылечили вместе с его женой. Восстановился. Через несколько месяцев он получил второй инсульт. У него отнялась как бы один глаз ослеп. Отнялась одна рука, там нога плохо двигалась. Очень медленно мы попытались его восстановить. Но он более-менее восстановился. Через полгода где-то он восстановился. Он пошел опять работать на ночную смену. На свою работу. Еще через пару месяцев он умер. Я ему говорил все время, все это время, что ты не должен этого делать. Потому что ты неизбежно просто уничтожишь себя, свою жизнь. Но он продолжал это делать. Потому что он не понимал могущества времени. Сейчас вы на своем примере своей жизни все убедитесь, что вы уже наказаны, почти все из вас. Если вы не знаете, что такое режим дня. Вы убедитесь, я вам сейчас симптомы этого наказания буду говорить. Вы все убедитесь, что вы наказаны временем. Эти наказания довольно суровые. И так повелевающий аспект времени означает, что отдается определенной рамке жизни. Человек, который понимает, становится счастливым. Не понимает, значит будет несчастным. Но повелевающий аспект времени сам не наказан. Он просто устанавливает принципы, как надо правильно жить. Есть еще подчиняющий аспект времени, который наказывает. Повелевающий аспект времени говорит, пора вставать. Солнце пересекло горизонт. Ты должен уже быть на ногах. Но человек имеет право лежать, спать. Нет проблем. Вступает в силу, подчиняющий аспект времени. Он действует не сразу. Он постепенно уничтожает здоровье и счастье человека. Как это происходит, мы сейчас с вами будем говорить. Итак... Но сначала, прежде чем говорить о режиме дня, я все-таки хотел бы немножко поговорить о времени. Человек, который живет в ногу со временем, он получает следующее благословение. Богатство внутреннее. Он появляет первое, что он получает. От силы времени он получает понимание времени. Понимание времени означает отсутствие надежды на счастливое будущее. Он понимает, что счастье находится в настоящем. И знает, что будущее означает увеличение старости и проблем. Человек, который понимает силу времени, он как бы ищет счастье сейчас, а не в будущем. И такой человек получает следующее благословение. Он понимает, что в момент своей смерти он знает, когда он умрет. К нему приходит знание. Благословение таково, что он чувствует в свой момент своей смерти, он готовится к смерти. В ведах описаны симптомы, когда человек должен умереть. Сильная потеря интереса к жизни. Притупленное восприятие мира. Исчезновение ощущения вкуса при употреблении пищи. Все близкие люди неожиданно окажутся далекими. Появляется ощущение неизбежности чего-то. Возникает желание раскаяться во всех своих грехах. И приходит понимание вечность. Да, все эти признаки вместе совпадают. То есть вероятность, что человеку осталось жить всего несколько дней. Дальше. Есть второстепенные признаки. Сильно заостряется нос. Взгляд становится отсутствующим. Пропадает мимика на лице. Тело становится чужим. Это значит, что уже человек подошел к смерти фактически. Он может быть очень молодым в это время. 25 лет, 30. Однако же его через пару дней собьет машина. Или он там заболеет сильно, быстро умрет. И так далее. То есть осталось жить очень мало. Человек, который идет в ногу, живет в ногу со времени, он знает этот момент своей смерти, он чувствует. Я знал одного молодого человека, ему было всего 20 лет, когда он со мной беседовал. Он мне говорил, он мне перечислил, мне неинтересно жить. Как-то все воспринимаю в каком-то таком свете непонятном. У меня нет интереса к пище. И мне кажется, что люди эти все от меня далеко. Я чувствую вечность постоянно перед собой. И я хочу заниматься только покаянием. Мне больше неинтересно ничего делать. Я был в шоке, когда он мне перечислил эти факты все. Я был в шоке. Мне не хватило сил сказать ему, что это значит. Мне не хватило сил. Но это очень, на самом деле, это информация как приговор. Поэтому не всегда способен человек сказать ее. Через пару месяцев он ремонтировал какой-то станок. И какая-то запчасть свалилась сверху ему на весок. Он умер мгновенно. В одну секунду. В возрасте 18-20 лет. Я не помню, сколько он был. Другой молодой человек в таком же возрасте где-то мне говорил, что тоже описал все эти симптомы. И он говорит, я хочу ехать в Сибирь, работать там на этой вышке бурильной. Я ему сказал, пожалуйста, не едь туда. Потому что похоже, что тебе не нужно там ни дня. Но он его несло туда просто. Там отвалилась труба, и он погиб через месяц буквально, как только он начал работать. Таким образом, как бы смертью она приходит заранее и указывает на то, что она пришла. Но понять это может только человек, который сильно уважает время. Другой человек понять это не сможет. Все святые люди знают момент своей смерти. По крайней мере за 2-3 недели они готовятся к этому. Оказывается, человек, который готовится к смерти, он может изменить судьбу свою очень сильно. Очень сильно может. Потому что там процессы всех по-другому немножко происходят в нашем сознании. Все уплотняется. Жизнь уплотняется. Итак, другое благословение, которое человек получает. Постоянное ощущение страха означает, человек живет не в ногу со временем. Он делает все не вовремя. Страх, это ощущение, это чувство приходит в наше сознание, потому что мы не чувствуем свою вечную природу. Мы ее не понимаем. Нам кажется, что мы вот это тело бренное, что скоро смерть, что кожа стареет на лице, мы смотрим в зеркало и возникает страх. Нам кажется, что все закончится скоро. Жизнь прекратится. Но душа, она чувствует, что все по-другому, что мы живем вечно, что жизнь не прекратится. Что точно таким же человеком, каким я себя чувствую, я буду чувствовать себя таким же в следующей жизни. Так говорят веды. Тем же самым, той же самой личностью, только в другом теле. И все. То же самое. Но мы же с вами тело-то меняем постоянно. Кто из вас не поменял тело за эту жизнь? Поднимите руку. Вы не поменяли? Нет? Вы уверены? Вот когда вы руку подняли и опустили. Вот когда вы опустили руку, в это время вы поменяли тело. Потому что клетки тела, они постоянно меняются. Если возьмете то тело, которое у вас было в детском возрасте, и сравните с тем, которое у вас сейчас. Это совершенно разные тела. А то было очень маленьким, а то большое. Но из-за своей иллюзии нам кажется, что мы в одном и том же теле живем. Просто это иллюзия. Когда человек спать лег, он проснулся уже в другом теле. За семь лет, согласно ведическому знанию, у нас меняется все. Даже клетки, связанные с ДНК. Там атомы сменяются полностью все в теле. А становится тело совершенно другим. Семь лет назад у нас было другое тело совсем. Мы поменяли тело. Но однако же нам не кажется, что мы умерли, так? Кажется, что все, мы остаемся живыми. Точно так же мы не понимаем, что в следующей жизни будет то же самое ощущение, чувство. То же самое, но в другом теле. Мы же меняли тело, и ничего не поменялось в нашей жизни, так? Мы же меняли тело уже много раз. Ну и там тоже постепенно. Каким скачком? Каким скачком? Вы когда засыпаетесь, спать ложитесь. Вы просыпаетесь, вы помните что-нибудь там? Вы помните, что там было во сне у вас? С телом, что происходило, нет? Вы потом просыпаетесь, и вы уже находитесь в другом теле. Точно так же и смерть, веды говорят. Человек как бы отключается, потом включается, все, как сон. Никакого скачка. Каждый день у нас есть этот скачок. Он не вызывает у нас недоразумений. Человек же не засыпает, думает, оооо. Некоторые так и засыпают, думают, а вдруг я не проснусь. Они боятся смерти, думают, что это процесс, который принесет страдания. Но на самом деле человек, который живет безгрешную жизнь, в обмен смерти страдания особенно не будет, будет счастье. Итак, страх, бесстрашие. Следующий момент. Существует вселенское время. Во Вселенной есть годы жизни. Есть месяцы. Один год вселенской жизни Вселенной состоит из четырех эпох, как же у нас год. Весна есть Вселенной. Называется Золотой век. Он длится 1 миллион 728 тысяч лет. Все население Вселенной имеет четыре положительных качества характера, ярко выраженных. Аскетизм, чистоту, милосердие и правдивость. Все живые существа Вселенной испытывают одно только счастье. На Земле в это время, в Золотой век, разумные живые существа, люди, живут 100 тысяч лет, согласно ведическому знанию. Средняя продолжительность жизни 100 тысяч лет. Болезней почти нет. Дальше. Следующий. Серебряный век. 1 миллион 296 тысяч лет. В эту эпоху появляется порочность уже. Остаются только чистота, милосердие и правдивость, три качества характера. 10 тысяч лет живые существа живут в это время. Следующий. Бронзовый век. Длится 864 тысячи лет. Характеризуется милосердием и правдивостью. Еще наблюдается большой упадок уже добродетелей в эту эпоху. Религиозность начинает страдать. Вера в Бога начинает страдать у людей. Их продолжительность жизни около тысячи лет. В этот период жили вот Адам, Ева там. И допустим, согласно Библии, Адам там 800 лет жил. Там его последователи, там кто за ним уже по 600, 400, там 300. Можно в Библии это в этом завете это прочитать. И дальше наступает в нас железный век или век раздоров. Вторая эпоха означает лето Вселенной. Третья означает осень. И нас зима Вселенной. Век раздоров или век деградации, который длится 432 тысячи лет. И 18 февраля 3102 года до нашей эры, 7 планет основных, включая Солнце и Луну, выстроились в одну линию строгую по отношению к Земле. Строгую в одну линию. В этот момент началась новая эпоха. Вот. Она началась 5104 года назад. И продлится еще, как вы понимаете, порядка 427 тысяч лет. И тогда будет катаклизм, который уничтожит, как бы, частичное уничтожение Вселенной, в том числе и на Земле, произойдет. У нас во Вселенной, половина Вселенной затоплена водой. Половина Вселенной затоплена водой. Когда эпоха сменяется, одно, другое, это вода, она начинает подниматься вверх по каким-то причинам. И она затопляет практически всю Вселенную, оставляя небольшую ее часть. И это вот и есть тот потоп, который, как бы, которым пугает. Он произойдет еще не слишком скоро, я думаю, что не доживем. Через 427 тысяч лет он произойдет. Я думаю, что не доживем. Имею в виду в этом теле. Итак, перейдем к теме режим дня. Итак, у меня вопрос. Откуда берутся совы и жаворонки? Из лженауки. А? Из лженауки. Спасибо за хороший ответ. От неправильного режима дня. А? От неправильного режима дня. Жаворонок означает тот, кто следует законам времени и встает рано, ему хочется вставать рано. Сова означает тот, кто не хочет вставать, не следует времени, режиму времени, наказан временем. Почему человеку хочется поздно вставать, поздно ложиться? Это очень просто. Оказывается, что большинство людей, они рождаются после обеденное время, ближе к вечеру, где-то с 2 до 12 часов ночи. Когда человек рождается, то ему хочется поздно ложиться спать. Это значит, что он наказан временем. Время рождения уже указывает на наказание временем. Он не соблюдал режим дня в прошлой жизни. Вот. Тот же человек, который рождается с 12 ночи и до 12 дня в это время, особенно до 6 утра, эти люди благословлены временем. Им хочется рано вставать всю жизнь. Им нравится просыпаться рано. И вернее, их просыпает рано, но это еще не значит, что они встают. Некоторые просыпаются и валяются, и валяют дурака, не понимая, что они портят себе таким образом жизнь. Валять дурака означает пытаться поднять пьяного. Вот. Так же мы иногда, иногда в постели тоже тем же самым занимаемся. Итак, сейчас мы будем с вами говорить о режиме дня. оказывается, что разум и ум человека отдыхает с 11 часов вечера, с 9 часов вечера до, фактически, до 11, до 12 часов ночи. Если человек лег после, где-то в 12 часов, полдвенадцатого, значит у него ум не может отдохнуть. Потому что ум отдыхает только в эти два часа. Все. Время кончилось. Прошло время. И человек этого не понимает. Он говорит, ну как, ну я же сейчас посплю, и у меня ум отдохнет. Нет. Тело отдохнет. Жизненной энергии станет больше. Ум не отдохнет. И как это выражается? Усталость ума. Когда человек много... Ум может в усталом состоянии находиться долгое время. Несколько лет. Постепенно краски жизни начинают блекнуть. Человек чувствует, что все стало безвкусным. Он смотрит на мир. Через глаза проявляется отдых. Ума проявляет через глаза. Человек смотрит вокруг и видит, что все какое-то сухое, неинтересное. Раньше краски жизни были лучше. Он чувствует, что как-то все... Все какое-то такое сухое. Ему его ничего не радует, его взгляд. Это означает, что ум устал. Он требует отдых. Чтобы он отдохнул, нужно вовремя ложиться спать. Человек не может себя заставить. Потому что есть сила, которая называется желание умереть. Эта сила действует внутри нашей психики. Когда человек не стремится к высшей цели в жизни. Он просто живет как может, как он говорит. Живу как могу. Вот. Он живет как может. Он не хочет посвятить себя высшей цели. У него нет вот этого постоянного ощущения вкуса к счастью. Ему не хочется быть счастливым. Он не хочет, не добивается своего счастья. В этом случае он не может понять эту идею. Что надо сейчас ложиться спать, чтобы завтра быть счастливым. Он не может остановить этот процесс напряжения в своей голове. Он должен его оборвать. Он должен сказать себе, все, хватит, я должен спать сейчас. Иначе у меня будут проблемы завтра. Я не смогу завтра быть счастливым. Он говорит себе. Такой человек, зная, как действует время. Человек, который не знает, как действует время. Он говорит, ну сейчас же будет Санта-Билиберда. Санта-555 серия. Я не посмотрю, как она ходила в магазин. Как же я могу лечь спать? Это же серьезная тема для моего размышления. Итак, эта проблема очень большая. Понимаете, люди просто тратят попусту свое время, которое предназначено для отдыха ума. Это ужасно. Дальше, когда ум не отдыхает, в это время, что наступает следующее, сначала усталость мозга, потом дальше, но и появляются болезни, так как ум контролирует все органы и организмы, они начинают изнашиваться. Первым страдает ритм всех органов. Начинает страдать ритм сердца. Вот сейчас те из вас, у кого страдает сердце, ритм сердца, подумайте, во сколько вы ложитесь спать. И вы поймете, почему он страдает. Все очень просто. Если вы сейчас вовремя ложитесь, это значит, что уже припекло, значит, в прошлом много лет подряд ложились позже. Дальше. Все те люди, у которых развилась очень сильная нервная напряженность психическая, постоянное напряжение, хочется курить, курение, результат позднего укладывания, часто, не всегда, но часто. Иногда это с прошлых жизней идет уже. Но часто в результате позднего укладывания, желание пить кофе, эта привычка связана также с поздним укладыванием спать. Человек в постоянном напряжении, ему как-то надо снять напряжение, ему хочется пить кофе. Дальше. Следующая привычка. Сильная нервозность. Очень сильная раздражительность. Признак с укладыванием вовремя. Следующие. Дальше наступают уже болезни. Нарушение иммунитета. Человек, который поздно ложится спать, не может вылечиться от аутоиммунных заболеваний. Никогда. Никаких шансов. Потому что иммунитет зависит от оттыхов. Дальше. Неуважительное отношение к другим людям. Сильный негативизм внутренний. Связан с тем, что человек позже часу ложится спать. После 12 вернее. Или по крайней мере полдвенадцатого. Это тоже уже поздно. Ну, то есть ум не будет отдыхать совсем. Таким образом, существуют, как бы, показатели. И у меня было такое интервью. В одному радио в Москве. Два часа отвечал на вопросы по этой теме. И люди, просто человек говорил, какая у него болезнь. Я ему говорил, во сколько он встает, во сколько спать ложится, во сколько он кушает. Люди были в шоке просто. Я ничего не отвечал. Он говорит, а почему вы другого ничего не скажете? Я говорю, этого достаточно. Потому что, согласно ведическому знанию, если человек начинает соблюдать режим дня, 50% болезней уходит. Другие 50%, они связаны с прошлой кармой. Их просто так уже не отработаешь. И таким образом, надо принимать какие-то серьезные методы лечения. Но просто вылечить эти болезни нельзя. А те, которые лечатся просто, они лечатся режимом дня. И опять не нужно лечение. Понимаете, простое никакое. Таким образом, не соблюдать его просто глупость. Дальше. Если человек не спит с 11 до часу ночи, то у него жизненная энергия начинает снижаться. Так как нам мозги не нужны, ум не нужен, разум не нужен. Вот поэтому мы чаще всего ложимся после 11. Но, когда час ночи наступает, всем уже хочется лечь спать. Потому что снижается жизненная энергия. Человек начинает чувствовать, что тает жизненная энергия. Сил уже становится меньше. И он, ну жизненная энергия-то куда? Ее же надо иметь. Здесь уже никуда не денешься. Поэтому люди чаще всего стараются уже к часу ночи укладываться. Потому что сил-то уже нет. Мертвые не потеют, могут продолжаться и до утра. Но сил уже смотреть нет. Уже все. Глаза начинают косеть. Поэтому приходится прана, у жизненной энергии нарушается. Итак, если человек не спит с 11 до часу ночи, в силу наказания временем он мог в прошлой жизни ложиться в час ночи все время. И у него жизненная энергия истекает от этого. С 11 до часу у него как бы истекает жизненная энергия. Представьте, в следующей жизни он не может заснуть в этот промежуток времени. Он просыпается где-то в 11 до часу, не может уснуть, потом опять засыпает. Представьте, у него нет сил. Он постоянно разбитый ходит. И он не знает, в чем причина. Ему кажется, что судьба обижает его. За что он не знает? Оказывается, он сопреднарушал режим дня. В прошлой жизни. Итак, для того, чтобы функции праны в организме работали хорошо, для этого человек должен с 11 до часу спать. Если человек не спит с часу ночи до 3 утра, то от этого у него страдает эмоциональная сила. Эмоции страдают, эмоциональная сила. Представляете, если человек работает в ночь, он не спит все это время, то он страдает по всем направлениям. Он говорит, ну я же высплю с днем, какие проблемы. А я вам сейчас объясню, какие проблемы. Вот смотрите. Что такое сон? Сон – это наполнение психической силой организма, ума, разума. Это синтез, как бы накопление энергии, накопление, наполнение. Теперь у меня к вам вопрос. За счет какой силы наполняется организм психической энергией? Какая сила заставляет его? Мы же спим, мы же ничего не делаем. Просто спим. Мы не кушаем, ничего не делаем. Но психической энергией организм наполняется. Какая сила наполняет организм психической энергией? Сила Луны, сила Луны. Когда наступает 9 часов ночи, вечера, в это время Луна начинает преобладать, сила Луна начинает преобладать над силой Солнца. И в это время человек должен отдыхать, начинать уже отдыхать. Может, лечь, допустим, даже пусть ближе к 10, но он должен отдыхать уже в это время, он должен желать всем счастья, он не должен работать. Итак, ближе к 9 часам наступает влияние Луны. Что она делает? Она охлаждает ум. Луна охлаждает ум. Она дает уму возможность расслабиться и накопить психическую энергию, которая называется отжиз. Психическая энергия отжиза дает возможность человеку накопить много энергии, чтобы потом ее истратить. Чтобы тратить что-то днем, существует сила Солнца. Это сила, которая заставляет тратить энергию. Она дает возможность тратить. Солнца нет, тратить энергию очень тяжело. Солнце, сила Солнца увеличивается, хочется трудиться днем. Ночью очень трудно трудиться. Человек чувствует, ему очень трудно двигаться, все движения совершаются через силу. Так? Он заставляет себя. Днем не надо заставлять себя. Где-то с 9 утра и до 3 дня она сама, энергия исходит из человека, ему хочется трудиться. Вы с этим не согласны? Согласен. Солнце выкачивает из нас энергию в это время. Человек, который спит днем, что происходит? Из него энергия выкачивается, а они синтезируются. Понимаете? Сон днем не помогает отдохнуть. Человек разбитым просыпается. Так он копит свою психическую усталость. Потом он думает, почему у него инфаркт произошел? В чем причина? Нарушение режима дня? Неправильное отношение к Солнцу? А почему же они гады заставляют ночью работать? По той же самой причине, что вы такие хорошие, работаете по ночам. Если есть кому работать, значит будет кто-то заставлять. Если бы люди знали о том, что это плохо, никто бы так не делал. Согласно ведические времена, когда наступает, когда последний луч Солнца уходит за горизонт, даже сражение останавливается. Солдат, который замахнулся и луч Солнца последний пропал, если он в это время опустил свое оружие, он попадает на низший планет. Он должен остановить руку. И они так и делали. Они не могли уже все дальше сражаться, останавливались в сражении, расходились по своим лагерям. Так было в ведическую культуру. Согласно ведическим писаниям, так надо сражаться. Они спали по ночам, потом они воевали днем. У нас сражаются по ночам и спят спять днем от похмелья. Итак, теперь следует знать такую вещь, что чем больше святостью обладает человек, тем меньше ему требуется сна, потому что сон нужен для отдыха. Человек, который живет с любовью, в гармонии с окружающим миром, он не устает, поэтому ему не нужно отдыхать. Поэтому такой человек, признак святости, что человек может спать три часа, и он потом бодрый, счастливый и очень работоспособный, он здоровый человек. Три часа хватает на жизнь. Это означает, что он святой. Если он чувствует себя тяжело, как-то проблемы, у него проблемы какие-то, значит, это просто наказание временем. Он не может просто больше спать. Святой человек может больше спать, но не хочет. Три часа ему хватает. Два часа – это значит еще более святой. Пятьсот лет назад в одном святом месте в Индии жили шесть святых человек, которые вообще не спали, у них не было необходимости спать, они были абсолютно святыми, безгрешными людьми. Они дали миру очень большое духовное знание. Эти шесть святых человек, у них не нужно было спать. Они ели всего лишь полстакана йогурта в день. Все, больше не надо было кушать. Но это не значит, что мы должны так же поступать, у нас нет возможности. Таким образом, режим дня для каждой категории людей, он разный. Детям надо спать больше. До 14 лет кармы у человека не существует. Он не попадает под наказание временем. Поэтому ребенок, он может кушать, когда хочет, чего хочет. Но так как он уже в человеческом теле, он не должен кушать мясо, если он хочет, чтобы у него была хорошая судьба. Он может есть любые продукты в любое время, потому что в детском теле все будет хорошо, никаких проблем не будет. Как только наступает половое созревание, немедленно человек должен начать жить согласно времени. И ребенку как бы в этом 14-15 лет требуется спать 8 часов. Должен ложиться спать в 9 и вставать где-то в 6-8 часов, ему требуется спать. Вот в 5, где-то он в 6 должен вставать. Взрослый человек, который находится, в основном все люди находятся в страсти, сидящие в сале. Мы узнали об этом на прошлой лекции. Поэтому спать в основном всем нужно по 7 часов. То есть ложиться где-то надо в 10 и вставать в 5 часов утра. Это самый оптимальный режим дня для тех, кто здесь сидит в средний возраст. Пожилым людям надо спать уже по 6-5 часов, больше не нужно. То есть продолжительность сна уменьшается с возрастом, необходимость сне снижается с возрастом. И согласно ведическому знанию, человек, который встает в 3 часа ночи, он может это делать только с одной лишь целью, заниматься духовной практикой. И вставать в это время человек может только достаточно духовно продвинутый. Остальные люди, если будут вставать в это время, они потеряют здоровье. Человек, который встает с 3 часов ночи до 4 утра, он постигает самые глубокие тайны, которые существуют в этом мире. Он способен это сделать. И это постижение происходит именно в этот промежуток с 3 ночи до 4 утра. Дальше, если человек просыпается с 4 утра до 5, то это значит, что он способен как бы вести людей за собой. Он способен быть очень продвинутой личностью, очень жизнерадостным. способен преодолеть себя с трудностями в жизни, добиться больших успехов на поприще уже не духовном, а также на материальном, с 4 до 5 утра. Если человек встает с 5 до 6 утра, он по крайней мере будет добиваться своего в жизни. Он как бы не добьется больших результатов в жизни, но по крайней мере он как бы сильно страдать не будет, он не будет сильно болеть. У него в жизни все будет получаться. То есть у него не будет сильно больших проблем. Но чего-то глубокого в жизни он не достигнет. Человек, который встает с 6 до 7 утра, такой человек уже поезд прошел, поезд ушел. Ведь если поезд ушел, ведь на него не запрыгнешь, правильно? Точно так же солнце. Вы понимаете, я сравнение даю вам такое. Что солнце, которое, когда оно переходит за горизонт, ветры говорят, солнце является нашим наставником в жизни. У нас учат, как правильно жить. Оно делает это таким образом. Солнце, солнечная энергия. Солнце имеет три силы, три вида энергии, которые действуют на наше сознание. Первый вид энергии, кванта света солнечного, который обжигает кожу, доставляет нам столько проблем. Поэтому нам кажется, что солнце вредно для здоровья. Второй вид солнечной энергии действует на тонком плане. Он действует на наше тонкое тело. И на грубое тело также он действует. Этот вид солнечной энергии называется первый элемент огня. Он действует, проникает сразу внутрь и вызывает у нас огонь пищеварения, иммунитет и так далее. То есть этот вид солнечной энергии, мы знаем, все кушают, 12 часов в дня это обед во всем мире. Потому что солнце находится в зените, вот этот второй вид энергии солнечной, он в это время максимально действует у нас внутри и начинает хочется кушать сильно, хотеться кушать. Там огня на силу, потому что в животе сильно возрастает. И соображает человек тоже очень, как бы, что нужно делать в это время. Активность ума очень сильно возрастает. Дальше, третий вид солнечной энергии называется радость, сила радости или оптимизм. Этот вид солнечной энергии человек может получить только в том случае, если он встал вовремя. Доказательство тому я могу привести вам очень простое. До какого часу поют птицы ярко, очень сильно? До шести утра? Потом они начинают стихать потихоньку. Где-то до шести утра, с четырех до шести, даже если нет солнца. Даже если нет, солнце еще не вышло над горизонтом. Темно. Но, допустим, зимой, здесь зимой птицы не поймут, потому что им холодно. Но, допустим, в Индии, там солнце тоже поднимается поздно. Оно после шести поднимается зимой. Но птицы начинают петь в четыре утра. Точно так же петухи, допустим. Им все равно холодно или тепло, они в курятнике. Они начинают кукарекать. Когда первый раз? Три утра, когда пора уже первым людям, святым людям просыпаться. Второй раз, когда они кукарекают? В четыре. Третий раз? До шести, где-то пять, пол шестого. И четвертый раз никто не считает, потому что это неинтересно. Согласно витическому знанию, три пукарека не пить тепла важны, остальные можно забыть. Потому что четвертый пукареканье идет после шести. И оно означает поезд ушел. Итак, человек, который встал после шести утра, он теряет первое, если он шести до семи встает, он теряет возможность быть бодрым. И люди, которые просыпаются с шести до семи утра, имеют несколько снижение тонуса. У них есть возможность существования хронических болезней, которые им трудно очень лечить. Они чувствуют, что они постоянно не успевают. Им они опаздывают. Им как бы не могут успеть в жизни то, что сделать, то, что они хотят сделать. Дальше. Эти люди, тем не менее, как бы, как-то еще кое-как пытаются с жизнью справиться. Те люди, которые встают с восьми до девяти утра, они уже имеют стабильные хронические заболевания, сниженный тонус постоянный, то есть у них головокружение там. Или сильно повышенный тонус гипертонической болезни. Нормального у них тонуса не будет, это точно. Они чувствуют взвялость внутреннюю, поташивание там, головокружение. Без кофе жить невозможно в этом случае. С восьми до девяти часов, если человек встает. Без кофе не проживешь. Дальше. Эти люди, они испытывают психическую слабость, склонность к депрессивности. Они не верят в свои силы, потому что вера в свои силы приходит через солнце. Также силы дает солнце, вера в силы дает тоже солнце. Человек встает раньше шести, вера в силы, психические и физические появляются. Человек не верит, что он способен справиться с жизнью, если он встает с восьми до девяти. С девяти до десяти, если человек встает, это значит, что он подвержен для нее несчастных случаев, его жизнь может закончиться преждевременно. Преждевременное окончание жизни означает, что он продолжает жить потом в тонком теле, в этом же месте, а потом, когда приходит время, он уходит из этого места. Оставить место жизни своей невозможно, пока не придет время. Он остается там, в теле привидения. Преждевременная смерть возможна только в том случае, если человек в этой или в прошлой жизни вставал позже девяти утра. Очень поздно. Девять утра, три часа дня. Девять утра. Девять утра на противоположной стороне. А, на противоположной стороне стоит что у нас? Три часа дня, да? Три часа дня. Точно так же, как в девять часов утра, это крайний срок для вставания, это все. Дальше уже все. Дальше никакой жизни не будет. Даже в шесть поздно, но в три часа дня, это крайний срок для обеда. Если человек поел в три, значит все, его несчастья в жизни не будет уже все. Поезд ушел. Совсем. Уже в три, это на очень поздно. Но я не говорю про то, что в одиннадцать вставать с постели. Шизофрения гарантирована. Несет меня мой дельтаплан, мой дельтаплан. Жизнь будет такая. Как на дельтаплане. Будем летать на дельтаплане. Мозгов не будет совсем. Ничего человек не понимает. На своем стоит очень эгоистическое сознание. Он не может никого слушать. Очень упрямый. Означает сильное невежество. Человек, который встает так поздно, он не способен воспринимать истину. Веды говорят, что для того, чтобы воспринимать истину и изменить свою карму, человек должен вставать только перед шестью утра. Изменить свою карму или повлиять на свою судьбу тем людям, которые встают после шести, невозможно. Потому что сжигает плохую карму сила Солнца, которая называется радость или оптимизм. Вот эта сила, она поется в песне. Нас утро встречает, пропадает. Вот эта энергия, солнечная энергия идет оттуда. Вот эта энергия радости из этой песни. Итак, человек, который встал в шесть утра, до шести утра, он должен сразу повстать, пойти под душ, потому что считается, что когда человек спит, его мозг находится в невежестве, ум находится в невежестве, он должен снять себе силу невежества. Поэтому обязательно с головой надо принимать прохладный душ рано утром. Иначе счастья в жизни не будет, согласно ведическому знанию. Женщинам, однако, не нужно мочить волосы каждый день, а можно мыть голову только два раза в неделю. Поэтому лучше всего вставать под душ в шапочке, в резиновой шапочке, чтобы вода стекала на голову. Тогда вы спросите, а зачем тогда ее на голову лить? Оказывается, при контакте с водой снимается также осквернение с тонкого тела ума. А тонкое тело ума у нас находится везде, то есть над поверхностью нашего тела, то также присутствует. Поэтому человек, который моется с головой, у него очищается ум. Понимаете, это очень важно знать. Допустим, у вас есть депрессия. Депрессия означает осквернение ума. Если вы просто встаете до шести и омываетесь с головой, это значит, что 60-70% депрессии уже само собой пройдет. Понимаете, легче жить станет уже только от этого. Только от этого. Дальше. Первый раз кушать можно с шести до семи утра. Это самое лучшее время для завтрака. Когда проходит шесть часов утра, солнце поднимается над горизонтом, это время, жизненная энергия начинает двигаться. Вы знаете, что в это время поднимается ветер. Где-то, если человек, допустим, находится, если человек живет в деревне, он часто любит вставать рано и до восхода солнца гуляет и смотрит, что в какой-то момент неожиданно начинает двигаться ветер. Было тихо. Потом начинает двигаться ветер сильно. Это движение ветра как раз означает, солнце пересекло горизонт. Жизнь начала двигаться, жизнь. И у нас также энергия воздуха, тонкая энергия воздуха начинает двигаться в нашем животе. Кишечник связан с деятельностью. Поэтому в кишечнике она двигается быстрее всего. И возникает под желудком такое ощущение подсасывания. Возникает такое ощущение, как будто сосет. Это означает, что кишечник сокращается. Это не означает голод. Это означает, что у нас перевозбуждается психика в это время. Если человек не находится в благости, то он должен завтракать по утрам. Если сила благости есть, то утром настолько много счастья, что кушать практически не хочется. Достаточно человеку есть один раз в день всего. Но как бы, если он ничего не в благости, то он сосет по утрам, сосет. У невестных людей тоже утром ничего не сосет. У них ночью сосет перед сном. Вот. Итак, человек, который чувствует, что сосет в животе, он должен кушать в это время. Что он должен кушать? Он должен кушать продукты, которые находятся в благости. Утром это утро, это время счастья. Он должен поддержать энергию счастья в себе. И все болезни связаны с низким тонусом, с низким мумитетом, с депрессией, с ниженными функциями каких-то органов, с дистрофиями, с снижениями активности и так далее. И все они будут лечиться таким образом. Ничего больше делать не надо. Не надо пить там супер-экстра-эксклюзивное лекарство. Потому что оно не поможет, если вы будете это делать не вовремя. Но обычные вещи, которые я сейчас назову, они дадут вам возможность быть здоровыми в этом плане. Итак, в благости находятся все фрукты. Особенно благостными являются такие фрукты, как финики, бананы. Инжир. Дальше. Яблоки уже на как бы немножко другая категория. Да, это уже можно сюда ягоды также. Вишня, слива. Находятся в сильно под влиянием сильной благости. Манго также здесь не растет, правда. И вот эти фрукты нужно есть рано утром, зимой и осенью в сухом виде, а весной и летом можно свежими, если есть возможность. Для тех людей, у кого очень слабое пищеварение, фрукты лучше всегда есть в сухом виде. И зимой, и летом. Дальше в это время нужно пить кефир, подслащенный. И в это время надо есть сахар. Сахар, мед, он не является вредным в это время. Сахар это не вредный продукт. Он дает человеку ощущение счастья. Он не является вредным продуктом, если человек его ест с 6 до 8 утра. Тогда даже диабетчик не будет испытывать проблем, если он ест в это время сахара. Потому что в это время сахар полностью усваивается. Он находится под влиянием луны. Усвоение сахара находится под влиянием луны. Но когда человек ест его поздно, вечером сахар, тогда организм сильно перевозбуждается, и лунная сила, она начинает навредить человеку. Он сильно напряженным становится, такой человек. У него интоксикация организма возникает. Если человек ест с 6 до 8 утра сахар, то в это время сила луны ослабевает. Но однако же она успевает все переварить. Сахар очень быстро переваривается. Имеется ввиду всасывание, процесс всасывания в клетке. И все, человек получает психическую энергию от сахара. Рано утром. Таким образом, подслащенный кефир, самое лучшее в благости, есть три типа кефира. Как бы благостный кефир, и как бы страстный, и тот, который вообще лучше не использовать. Когда человек, когда кефир скисает сам, получается просто кваша, это тот вид кефира, который лучше не используют. Но тем не менее, вы можете использовать для выпечки хлеба. Дальше. Все виды кефира, которые вы покупаете в магазине, они находятся в страсти. И чтобы сделать благостный кефир, для этого нужно... Ну, даже это такое, то и такое уже хорош. Даже в магазине кефир уже хороший утром. Нормально, он будет хорошо действовать. Однако же, если вы хотите очень хороший кефир сделать, надо найти домашнюю сметану. Или в магазине тоже сметаны бывают такие, которые как бы не стерилизуют, и бактерии там не погибают, которые заквашивают, делают процесс протисания. Берете одну или две столовые ложки сметаны на три литра молока. Молоко надо сначала подогреть, вечером это делать, подогревать. Потом остываете до того температуры, что палец терпел. Бросаете туда сметану, и вот так вот крутите. И потом накрываете чем-то теплым очень, чтобы стояла всю ночь. Утром вы увидите, что там на самом деле не кефир, а какая-то интересная субстанция такая. Она похожа на сметану в советское время, когда жидкую сметану продавали. Вот, вы увидите, что это как будто сметана, но чуть-чуть пожиже, чем обычная. Очень такой пресный, такой не кислый вкус. И вот это вот, именно вот эту субстанцию надо употреблять. То есть, благостные очень бактерии сквашивают молоко, и получается вот такая сметаноподобная вещь. В жирной среде благостные бактерии сами развиваются. Эта культура развивается сметаной автоматически. В жирной среде, очень жирной среде. Чем менее жирный кефир, тем более страстные бактерии развиваются там. Сквашивание грибком молочным тоже находится в страсти, предназначено только для лечения. Постоянное употребление, это не нужно употреблять постоянно, потому что организм перевозбуждается от этого. Кефир. Кефир это обычно, сначала вы заквашиваете обычное молоко. Лучше жирное, жирнее лучше. Не обезжиренное. Второй вариант, вы ряженку, берете банку ряженки и также заквашиваете ряженкой. Тоже там пару ложек ряженки, и получается на вкус похоже на ряженку такая тоже. Кефир такой, очень пресный. Это как на... Вот практически как ряженка по вкусу. Вот. Вы смешиваете с сахаром и кушаете это все. У вас получается очень... Фрукты свежие все вместе. Ничего, никаких проблем. Все будет перевариваться очень хорошо. Добавляете такие специи сладкие. Все сладкие специи подходят. Корица, кардамон. Можно солодку чуть-чуть добавлять. Это тоже считается специей на Востоке. Солодка. Солодов корень, лакричный корень. В аптеке продают. Барбарис, специя такая. Кардамон, фенхель. Дальше тмин. Анис. Эти специи все сладкие, а их можно добавлять рано утром. Если вам предстоит тяжелая работа, тогда ешьте орехи с утра вместе с этой пищей. Если физический труд рано утром, не нужно терпеться физически, согласно ведам. Это время предназначено для повышения своего знания. Но если вы не можете, в это время приходится трудиться, то вы можете есть орехи, можете есть сметану. И в это время вы можете есть гречку. Одну из круп всего. Только гречку и все. И тогда ваше здоровье, ваши силы будут сохранены. И вы будете счастливым человеком. Счастье будет переваривать через край. Будете еще очень сильно радоваться в жизни. Вот с прошлого года здесь присутствуют люди, которые ходили ко мне на лекции в прошлом году. Поднимите руку из вас, те только честно, которые это делают, каждый день делали, вот это соблюдали. Есть такие люди? Нет? Как мало. Всего три человека. Ну и что, скажите, ваша жизнь счастливее стала от этого? Нет? Да. А ваша там сзади? Да. Может вы обманываете? Нет? Никто не поверил? Ну вы проверьте на себе. Вы увидите, что это так. Это работает. А вы соблюдаете? Я помню, у вас постоянно вопросы задаете. А что же руку не подняли? У меня подходите. Я ел сыр и сливочное масло. Ну не важно, все равно же с утра вы зерновую пищу не едите. Можно сыр и есть с утра, можно сливочное масло, творог можно есть. Но зимой творог опасно есть, надо лучше сыр есть зимой. Летом можно творог есть. Все, дальше поехали. Тема объемная, мало времени. Итак, дальше следует знать, что когда человек поел таким образом, ему хочется радоваться, смеяться. И у него нет совсем после еды никакого притупления сознания. Вот, то есть сосание в животе проходит, и силы будет много работать и так далее. Дальше, если человек поел зерновую пищу, зерна, я про мясо вообще не говорю, не считают это пищей. Мясо, рыба, яйца я пищей не считаю. Потому что это те продукты, которые уничтожают все виды счастья у человека. Поэтому я не считаю, что этим надо питаться. Вы можете считать это как бы ваше. Вы можете проверить в своей жизни. Я уже проверил на жизнях многих людей. Поэтому мне не нужно это на себе проверять. Так же в ведах это описано. Итак, если человек ест зерновую пищу в утреннее время, с 6 до 8, до 9, это значит, что у него происходит следующее. Зерновая пища предназначена для того, чтобы дать силу уму, умственной энергии, уму. А также это пища, которая требует очень много огня для своего переваривания. Когда человек ест пищу зерновую с утра, то огненную энергию ума эта пища забирает через 40 минут после еды. В результате этого человек через 40 минут после еды, у него проявляются три синдрома, которые вы можете проверить на себе после еды, если вы поели в это время. Через 40 минут где-то натупеет полностью ум. Уходит вся энергия из ума. Это проявляется в том, что человек, если читает что-то, то он начинает на одной строчке по 16-15 раз, он не соображает, что надо дальше, что надо остановиться читать, потому что ничего не соображаешь. Он даже этого не соображает. Он просто на одной строчке вот так читает и все. Синдром остановившейся строки. Дальше, следующий синдром. Когда он поел много, у него появляется синдром кивка. И у него, потому что сил не хватает уже мышечной энергии из мышц, начинает идти огненная энергия в желудок. И поэтому в мышцах теряется сила. Они сразу раз, человек засыпает, отключает его. И последний синдром, когда человек очень сильно много поел, у него затормаживается полностью мозг, и у него начинает вытекать слюна изо рта, когда он уже так. Вот эта слюна дает синдром пятна на книге, которую он читал. Внизу книги, если вы увидите, там желтое пятнышко такое у кого-то, вы скажете, а вы, наверное, все-таки утром увлекаетесь чрезмерным приемом зерновой пищи, да? Можете ему как Шерлак Холмс объявить результат вашего обследования, книги его. Это будет стопроцентно сработать, вы отгадаете. Итак, человек, который ест вот в это время рано утром зерновую пищу, следующее, что с ним происходит. Так как пища перевариваться в это время не может, огня не хватает, потом кишечник начинает очень активно работать, и он влияет на ум таким образом, что человек входит в состояние сильной страсти, он начинает носиться, у него нет никакого контроля в мозгах, он нервничает, злится, психует, очень сильное напряжение. И пища начинает проталкиваться, совершенно не перевариваясь. Для нормального переваривания пищи нужно 6 часов. 6 часов пища должна перевариваться. Когда человек ест утром, где-то в 8 часов, в 7-8 часов утра, то где-то в 2 часа дня у него появляется сильный голод. Но до этого у него голода не будет, потому что часть пищи еще остается в кишечнике, и она переваривается, очень мало пищи начинает перевариваться где-то в 11, и поэтому организм не требует больше пищи, ему есть что перевариваться, переваривать. Но в 2 часа дня где-то наступает голод, а поезд уже обеденного питания уже ушел в это время. И человек ест 2 часа дня, и после этого у него такое отупение наступает, что ему придется отдыхать уже где-то 1,5-2 часа. То есть даже если он будет в это время работать, то абсолютно без мозгов. Таким образом, от такого питания человек теряет как минимум 3 часа в день, того времени, когда надо жить. Мы и так на сон теряем 7-8 часов, и еще 3 часа дополнительно. В результате мы забираем от своей жизни очень много времени. Если человек ест в 11 часов утра, с 11 до 12, то ему достаточно отдохнуть 10 минут всего, и он бодрый, счастливый, здоровый. А некоторым людям вообще даже не надо отдыхать. Он может кушать очень много, полностью наесть, за сколько ему хочется, вот до отвала, и все переварится у него. Такой человек не будет испытывать голода, как минимум до 6-7 часов вечера. Даже я, например, не испытываю голода полностью до ночи. Если я ем в это время, а если я ем позже, то голод наступает вечером опять. Этот феномен удивителен. Экономится пища, деньги экономятся. Деньги экономятся. Как Петросян говорит, не надо работать на унитаз. Потому что этот человек на унитаз работает, он кормит унитаз. Потому что эта пища не усваивается. Человек ест 2 часа дня, все, солнце садится. Пища не усваивается глубоко. А витаминоз? Что такое витаминоз? Не вовремя питается человек. Витамины усваиваются в последнюю очередь, согласно Эрведе, в организм. Для этого человек должен питаться вовремя, чтобы они усваивались. Если человек поест с 11 до 12, где-то в 6-7 часов вечера начинают усваиваться витамины. Если он ест 2, когда они будут усваиваться, солнце-то садится, пища не переварится, она лежит в животе. Все. Она опять начинает проталкиваться вперед в кишечник, потому что она не усваивается. Она проталкивается. И вечером опять хочется кушать. И так трехразовое питание получается. В результате человек ест, опять у него возникает сильный голод в 7-8 часов вечера. Он опять наедается вечером. И вся эта пища, которую он поел в 6 часов вечера, зерновая. Если он поел хлебом, хорошо покушал, с хлебушком. Зерновая означает хлеб. И другие зерна. Это кукуруза, бобовые также культуры сюда относятся. Черный хлеб, белый хлеб, рис. Это все зерна. Означает, если он поел в это время все это, то это означает, что все это уйдет в токсины. Интоксикация организма с утра. Как проявляется утром интоксикация организма? Сильная слабость. Ощущение не отдохнувшее, что ночью не было отдыха. Сильная слабость. Человек не может встать в постели. Он такой думает, я встаю, все, он встает, мысленно встает, идет уже в ванну, открывает дверь. Заходит в ванну. В этом раз, опять смотрит он в постели все еще. И так может повторяться тысячу раз. И когда он пытается встать, у него появляется ощущение сильной слабости в области живота. И только в тот момент, когда солнце пересекает горизонт и пройдет чуть-чуть над горизонтом, он способен встать, потому что эта пища, она переваривается там в животе солнцем уже. Слабым этим солнцем начинает перевариваться, и он уже встает после этого времени. Но поезд уже ушел. Так мы и живем. Основная причина образования фосфатных камней в почках, это поздний прием зерновой пищи. Все. Как лечить фосфатные камни? Если ты принимаешь пищу зерновую позже двух часов дня, то никаких шансов вылечить фосфатные камни в почках нет. Потому что они образуются из-за этого. И врачи приходят к выводу, что на самом деле хлеб это вредная пища. Хлеб вредная пища. Конечно вредная, потому что им мозгов-то не надо. Надо жить без мозгов. Так проще. Оказывается, зерновая пища это единственная пища, которая усиливает процесс думания. Наша возможность думать зависит от зерен. Зерновая пища поддерживает силу мышления. Именно не просто. Думать можно и без зерновой пищи. Но силу мышления означает психическая сила. Когда человеку нужно работать, общаться с людьми, его ум должен быть очень сильным. Чтобы отставить свое мнение и так далее. Это сила вся психическая. Доказать свое. Идет от зерен. Запомните это. Она может так же идти от мяса. Но в этом случае человек находится на позиции агрессора. Он с позиции агрессора все доказывает. Не с позиции благости, не с позиции счастья доказывает. А с позиции ненависти. Он злится на всех. И думает, почему же люди меня так не любят. Я же хороший внутри себя. Итак, когда человек... Обед означает время, когда человек должен есть всю пищу, которая готовится на масле. Лучше всего готовить пищу на топленом сливочном масле. Если вы хотите использовать растительное масло, лучше всего добавлять после еды. Или если вы готовите на растительном масле очень дорого, на сливочном, тогда, по крайней мере, нужно... Нельзя готовить два раза на растительном масле. И лучше всего не жарить на растительном масле пищу. Можно тушить там и так далее. Итак, до шести часов утра лучше всего заниматься духовной практикой и медитацией. Молитву читать самое лучшее до пяти утра. Ну, или до шести, по крайней мере. Шести часов до семи – самое лучшее время для запоминания. Это время, когда Солнце находится в гармонии с Луной. Память зависит от действия Луны и действия Солнца. Солнце дает памяти остроту, а Луна дает памяти продолжительность запоминания. Таким образом, с семи до восьми автоматические заучивания самые эффективные. Человек заучивать может... Даже с очень слабой памятью с шести до семи утра, человек может заучивать все, что угодно, и у него будет хорошо откладываться в памяти в это время. Дальше. Если человек хочет, кроме запоминания, также еще стараться как бы это прочувствовать, то он должен это делать с семи до восьми утра. С восьми до девяти утра лучше всего логическое мышление работает. Поэтому с восьми до девяти утра человек должен запоминать и логически думать. С девяти до десяти утра уже надо начинать работать с статистикой и так далее, с документами. Ну, что-то связано с этим. И с десяти до одиннадцати утра уже способность к интеллектуальному труду уже сильно снижается, в силу сильного поднятия солнца. Поэтому в это время можно что-то пролистывать, просматривать, заниматься менеджментом и так далее. Сам процесс учебы заканчивается до одиннадцати утра. В это время как раз надо садиться кушать. С девяти, где-то с девятнадцати часов дня до шести это время физического активного труда, или психического, или физического активного труда, менеджмента, бизнеса и так далее. В это время эти вещи можно совершать гораздо лучше, чем в любое другое время. Дальше, с шести часов вечера человек должен отойти от дел, он должен успокоиться, он должен слушать что-то интересное, приятное. Допустим, лекции мои, когда вы слушаете, у вас уши вянут. Лучше бы, конечно, их по утрам додавать, днем, но у нас нет возможности, так устроена жизнь. Вот, и так, в шесть часов вечера, в шести часов вечера можно кушать в любое время, на самом деле, даже ночью можно кушать, вопрос только что. У нас будут распечатки, какие продукты, в какое время надо есть. После, когда вы ложитесь спать, после девяти вечера можно кушать только свежее молоко, подогретое, прокипяченное или подогретое до температуры кипения, горячее молоко. После трех утра молоко уже надо пить прохладное, холодное, не горячее. Но если зимой, можно горячее также пить. Ночью можно пить молоко, сколько хотите. Кушать захотелось ночью, попили молока, больше ничего ночью нельзя есть. Молоко переваривается только ночью, и оно дает очень много здоровья, и об этом будет специальная лекция. Поэтому наши ученые считают, что молоко не переварится, не полезно, вредно для здоровья, потому что они не знают, во сколько его надо использовать в пищу. Молоко связано с силой Луны, переварится под влиянием Луны. Дети также связаны с Луной. Женщины связаны с Луной больше, поэтому молоко у женщин больше переварит, чем у мужчин. Но вечером у всех хорошо одинаково переварится. До шести, шести, до девяти можно есть овощи, любые овощи. С шести вечера до девяти вечера можно есть овощи, потому что с шести вечера начинается влияние Луны, и овощи, они все переварятся под влиянием Луны, поэтому они ночью не вызовут проблемы с пищеварением. Все овощи. Особенно хорошо вечером есть овощи, которые растут над землей, кроме помидор. Это означает, как в каких-то случаях, картофель, кабачки, тыква и так далее. Вот такие овощи, которые растут под землей, уже хуже вечером есть, потому что как бы они уже не только с энергией Луны связаны, но и с энергией Земли. Поэтому такие овощи, когда человек ест на ночь, у него могут поселиться в голове духи в это время, потому что они связаны тоже с энергией Земли. Им будут сниться космические сны, погоня горячей крови. Помидоры, потому что они обладают яркой огненной силой, и они созревают под влиянием Солнца, они под влиянием... Это не овощ, фактически, помидоры, это не овощ, если так разобраться, это ягода. Она созревает под влиянием Солнца. Все остальные овощи под влиянием Луны созревают, они созревают в ночное время. Капуста, огурцы тоже можно вечером есть. Картофель под землей, да, лучше не есть, да, правильно. Арбуз это уже не овощ, это ягода. Его надо есть днем. Ну ладно, будет специальная лекция на эту тему. Итак, вечернее время предназначено для того, чтобы человек отошел от дел. Если человек работает допоздна, у него постоянно появляется сильная напряженность психическая, и у него также разрушается от этого организм. Самое быстрое, быстрее всего человек может, ум человека работает быстрее всего до 6 утра, в 3 раза быстрее, чем вечером. В 3 раза быстрее. Поэтому, если вы не успеваете что-то сделать вечером, вы должны это отложить до утра. Утро вечера мудренее, утром вы это сделаете в 3 раза быстрее все. Если вы встанете под душ и снимете себе сон, себя с силу сна снимете. Прохладный. Если у человека поле артриции и намерзнет, то он тогда теплый. Теперь, когда делать зарядку? Зарядку лучше всего делать, самое лучшее, активную зарядку лучше всего делать с 7 до 9 утра. Это самое лучшее время. Если у вас зарядка на расслабление, тогда можно ее делать вечером. После работы лучше всего принимать теплый душ. Никогда не принимайте вечером холодный душ. Это очень вредно для здоровья. Теплый душ. Никогда не смотрите перед сном телевизор. Потому что телевизор, когда человек смотрит телевизор перед сном, он не может снять с себя установки, которые там идут. И он всю ночь будет эту кинопленку крутить в своей голове. Вот, поэтому перед сном человек должен настраиваться 3 раза в день. Рано утром надо желать всем счастья, для того, чтобы день прошел успешно и молиться. Если человек не верит в Бога, он должен как минимум 40 минут, чтобы он не делал, желать непрерывно всем счастья. Постоянно повторять, я желаю всем счастья. Если он верит в мир Бога, он должен как минимум 40 минут молиться с утра. Вечером человек должен желать всем счастья, и он должен это делать перед едой, в обед, чтобы настроиться на правильный прием пищи. Если человек поступает таким образом, достигает счастья. Много времени не надо. Можно параллельно это делать с какими-то другими делами. Но лучше сосредоточиться на какое-то время, посидеть хотя бы несколько минут в день. Теперь у вас вопросы какие-то, я думаю, возникли. Можете задавать их. Ну, конечно, как же я могу без вашего вопроса сегодня прожить? Ваши брошюры указаны, что мы сейчас живем в Крабире Болуновой. Уже живем 500 лет. Да. И поэтому ведическое знание за эти 500 лет распространилось по всему миру. А раньше оно являлось глубокой тайной. 500 лет назад узнать ведическое знание могли только особо посвященные люди. Сейчас ведическое знание доступно всем. Это означает распространение Золотого века. Постепенно ведическое знание изменит сознание людей. Уже сейчас очень многие люди стали вегетарианцами, не только индусы, но и на Западе, везде, в Америке и так далее. Постепенно сознание людей меняется к лучшему, несмотря на это продолжение деградации. Скоро как бы процесс пойдет на нарастание. Объясните, пожалуйста, понятие осквернения. Например, заходящего солнца или туалета после еды. Хорошо. Хороший вопрос. Когда солнце заходит, возникает период осквернения. Тот момент, когда заходит солнце. Если человек зачинает ребенка в момент захода солнца, то ребенок рождается демоническим, с очень плохим характером. Также в это время, время захода солнца лучше всего не есть. Если человек решает какие-то важные дела в это время, он тоже обречен на поражение. Когда человек покушал, он должен омыть руки обязательно, глаза, руки-глаза. И если в каких-то случаях стопы, в каких-то случаях сполоснуть просто стопы, руки-глаза-стопы. Может, побрызгать себе на макушку несколько капель. Согласно ведическому знанию, есть очень много правил, связанных с очищением тела. Но мы об этом, я думаю, поговорим в следующий раз. Если есть нарушение решима дня, то как лучше его устроить? Человек не спал ночь, что лучше, спать днем, когда ждать 21 часа и тогда ложиться? Очень хороший вопрос. Вот смотрите, вы можете поспать днем немножко, но если вы чувствуете, спать больше не хочет, не спите. Однако же ложитесь в 8 часов вечера спать. В 8 часов вечера, не в 21 час, как здесь написано. В 8 часов надо ложиться. И на следующий день вставайте в 5 утра, в полшестого. И вы получите то, что надо получить. Не думайте, что надо спать позже, если вы работали в ночь. Понятна идея или нет? Надо в 8 ложиться и вставать в полшестого. Или в 7 ложиться, если вы не высыпаетесь. Понимаете? Идея такова. Чуть-чуть днем поспали после смены ночной. Часа 2. Лучше всего, когда солнце еще восходит, в этом случае спать. Потому что когда оно на закате уже, и вы ложитесь после обеда, то это уже совсем плохо будет. Ваша жизнь будет неудачной тогда в этом случае. Какой силой обладает оливковое масло? Оливковой силой. Некоторые говорят, что оно сильнее, чем сливочное. Это глупость. Самый благостный продукт, самое чистое... Масло означает огненная сила. Самой чистой огненной силой на земле обладает топленое сливочное масло. Чище огненной силы вы не найдете. Поэтому аэропортическое знание гласит, если нужно лечить болезни с помощью силы огня, человек должен с лекарствами сочетаться с употреблением топленого сливочного масла. Нет такого человека, которому оно на земле, нет такого человека, которому бы топленое сливочное масло не подходило. А если оно не подходит, значит есть какая-то болезнь, которую надо лечить топленым сливочным маслом. Если человек в микродозах начинает ее употреблять, эта болезнь проходит, даже если он ее о ней не знает. И ему топленое сливочное масло начинает подходить потом. Подскажите, пожалуйста, как унять беспричинную тревогу? Надо соблюдать режим дня, и тогда она уймется. Иногда находит полная, казалось бы, разбалансировка нервной системы. Теперь я вам говорю, что вы встаете и ложитесь поздно. Тот, кто писал записку, честно скажет, это правда? Вы встаете позже, чем положено, и ложитесь спать позже, чем положено. Это правда? Молчание – знак согласия. Это означает, что вам надо начать соблюжать режим дня. Только так вы сможете нервную систему успокоить. И беспокойство означает наказание временем. Сын 21 год, студент, учебой не перегружен, а спит очень много. Приходит занятий и заваливается днем часа на полтора-два спать. С чем может быть это связано? С тем, что он не соблюдает режим дня. Он не встает вовремя, не ложится вовремя встать, спать кушает не вовремя. Если он будет делать все вовремя, то у него сразу это желание спать днем пропадет. Вот я сейчас на все записки буду так отвечать, понимаете? Вы подумайте, это просто шизофреник какой-то. Одно и то же говорит. Я вам говорю, что это так. Вот увидите, если вы будете так делать, получится хороший результат. Есть ли в Днепропетровске организации, проводящие ваши знания? Есть. Вот ребята, которые у столика стоят, можете подходить, узнавать. Здесь после моего отъезда также будут проводиться лекции согласно вот этому знанию. О том, о чем мы с вами говорили. И уже проводится два года. Просто не все об этом знают из вас. Есть уже психологи, которые дают консультации таким образом, согласно тем лекциям, которые я даю. В каком возрасте, по ведам, следует выходить замуж? Спасибо за вопрос. Как определить, что это именно тот человек? Женщина должна выходить лучше всего замуж в возрасте с 16 до 22, до 23 лет. Это самый лучший возраст. И определить, что это именно тот человек, очень просто. Человек, который ведет себя очень ответственно в жизни, и которому естественным образом возникает желание слушаться его в жизни. И следовать его как бы наставлением, это значит тот человек, с которым семейная жизнь будет принесет счастье. Этот человек должен быть несколько старше или достаточно сильно старше. Согласно ведическому знанию, если муж старше, это жене дает удачу. Если муж младше, значит, ей удачу уже получить гораздо труднее в жизни. Она естественным образом склонна уже слушать его советы. Одинаковые? Ну, нормально. Все нормально, на самом деле ничего плохого нет. Просто надо жить, стараться жить. Карма всякая бывает. Так, если я уже две недели встаю в 6.20, а счастье все не приходит. Когда его ждать? А вы не дождетесь? Потому что вы встаете в 6.20, а солнце уже прошло в это время. Надо вставать раньше. Надо омовение также делать с утра. Читайте, я желаю всем счастья повторять. Когда придет счастье, в какое-то время придет. Оказывается, оно приходит не сразу. Человек должен сначала из чувства долга все это делать. Постепенно его жизнь становится все счастливее и счастливее. Об этом мы говорили на прошлой лекции, на которой из вас многие не были. А надо было сходить и послушать, который назывался «Сила благости». Там говорилось о том, как меняется судьба человека, если он делает все правильно. Она меняется постепенно и как она меняется, какие факторы происходят, какие последовательности этих перемен в жизни. Тоже об этом говорилось. Я правду говорю? Поднимите руку, кто был. Правду я? Это было все? Разговор был об этом? Был. Так что, ребята, извините. Если вы не посещаете лекции эти, то, значит, вы не можете меня спрашивать об этом. Я же об этом и говорил. Скажите, пожалуйста, что означает раздвоение личности? Как бороться со своей отрицательной половиной? Очень хороший вопрос. Оказывается, можно победить духа, который вселился в сознание человека. Только одним способом. Для этого нужно иметь психическую силу. Психическая сила приобретается с помощью аскезы. Аскеза означает добровольное лишение себя чего-то. Есть аскезы благости в страсти и в невежестве. Только аскезы благости дают психическую силу, которую называют силой воли. Сила воли способна победить все. В том числе и когда у человека одолевают духи. Раздвоение личности означает, одолевают духи. Очень слабый ум означает наказание временем с прошлой жизни и соблюдал режим дня. Чтобы аскезой благости является почитание старших. Первый вид аскезы благости, который дает психическую силу воли. Дальше второй вид аскезы благости является соблюдение режима дня. Если человек соблюдает режим дня, начинает копиться сила психическая. И он способен уже бороться со всеми выкрутасами, которые происходят у него в голове. Хотя бы неделю соблюдайте то, что я вам говорю. Вы увидите, насколько сильнее психика стала ваша. Вы увидите, как легче жить станет. Вот, третий вид аскез благости, это хатха-йога, занятие хатха-йогой. Четвертый вид аскез благости, это стремление желать всем счастья и прощать всех и просить прощения. Эти виды аскез дают человеку добровольное лишение себя, желание обижаться. Добровольное лишение себя, желание спать, делать все не вовремя. Человек совершает эти добровольные лишения. Он получает такую психическую силу, что нам и не снилось. Вы увидите результат. Уже буквально через несколько дней вам станет жить легче. Что вы думаете о раздельном питании? Как лучше очищать организм? Какое время? Организм, когда человек вовремя все делает, согласно ведическому знанию, очищается сам. Если вы чувствуете все-таки по закону судьбы, как токсины накапливаются в организме, можно очищать организм. Для этого можно уделить какой-то день, очистительный день сделать. Раз в месяц, не больше, не чаще. Человек, который чаще, чем раз в месяц делает очищение организма, это значит, что организм войдет в состояние страсти, он будет сам накапливать токсины, потому что он почувствует, что все равно будет очищение. Точно так же, как гормоны, когда корит человек, гормоны внутренние не выделяются, все равно гормоны есть, зачем выделяться. Вот так устроен наш организм. Итак, раздельное питание, согласно ведическому знанию, оно есть, такая диета раздельного питания есть, оно предназначено для тех людей, которые находятся при смерти. Очень тяжелая болезнь. Нужно есть все раздельно. Человек, который здоровый, он должен есть все вместе. Почему? Потому что ум должен иметь... Мы когда питаемся, мы кроме химических веществ, как думают наши ученые, они согласно химическим веществам сделали раздельное питание, белки, жиры и углеводы. Пусть жрут тогда один жир. Жир – это чистый жир. Очень раздельное питание. Надо есть жир, чистый жир. Дальше надо есть сахар, чистые углеводы, без всяких примесей. Дальше надо есть белок, просто белок обычный. И надо есть обычные витамины, просто витамины. Все. Кто так хочет питаться, поднимите руки. Но вы же говорите про раздельное питание. Это раздельное питание. Потому что в обычном кабачке есть какое-то количество белков, есть какое-то количество жиров. Там нет чистоты полной. Также в крупе есть углеводы, есть белки. Это не раздельное питание. Значит, если все разделять надо вот так, один жир надо есть. Сейчас я ем один жир, потом один сахар, потом пью одну воду, потом я ем один белок и в конце дня я ем витамины. Все. Это шизофрения. Когда человек кушает таким образом, у него и сильно истощается ум, потому что ум состоит из характера. Когда мы кушаем продукты питания, наш характер пополняется. Голод, это состояние сознания не связано с нехваткой питательных веществ. Оно связано с тем, что ум истощается. Поэтому так как ум истощается через каждые 4-5 часов, поэтому нужно кушать через каждые 5-4-5 часов, потому что возникает психическая слабость. Ум требует энергии, психической энергии от продуктов питания. Неужели вы думаете, что через 4-5 часов химических веществ становится не хватать? Посмотрите, какие животы у всех. Какая нехватка химических веществ, о чем вы говорите? Пузо ведь не становится меньше за 4 часа. Но какое было, такое есть. Значит, химические вещества еще есть лишние. Проблем нет. Кушать все равно, сильно хочется, хоть толстому, хоть тонкому. Означает ум. Поэтому человек должен кушать разнообразную пищу, потому что разнообразная пища означает разнообразный характер. Человек ест эту разнообразную комплексную пищу, и он пополняет свой ум разными качествами характера. Его характер становится многогранным. Когда я жил в Индии достаточно долго, у меня лечилось много американцев, там они просто помешались на этом раздельном питании. Они приходили к тем, которые соблюдают 10-15 лет, у меня, говорят, здоровье хорошее в теле, все. Но у меня одна проблема, у меня сильное беспокойство, я не знаю, что делать. У меня сухой характер какой-то. Я не могу ничего сделать, у меня какое-то сильное беспокойство. Я ему объяснил, когда он за голову взялся, Господи, сколько я себя гробил, целых 15 лет. Он понял это, что он обделял себя в жизни. И он говорит, есть еще одна проблема, я постоянно думаю о еде, постоянно. У меня мысли не отключаются от еды ни на секунду. Я как будто живу для еды, а не еда живет для меня. Потому что ум-то не удовлетворен, ему хочется кушать. И поэтому люди, которые питаются раздельным питанием, они постоянно ходят и думают, так, капусту съел, через полчаса огурец, через полчаса огурец, через полчаса огурец. Он постоянно об этом думает. Надо работать и работать, через полчаса. Так, огурец съел. Теперь каша, через полчаса каша. И он так ест, у него постоянно только на пище в голове. Я ответил на вопрос о раздельном питании или нет? Когда фарисеи обвинили учеников Иисуса, что они едят немытыми руками, Христос ответил, оскверняй не то, что входит в уста, оскверняй не то, что входит в уста, и дважды кормил тысячи людей рыбой. Кушайте. Вот кто написал эту записку, неправильно понял Иисуса Христа. Кушайте испражнения, пожалуйста. Если то, что входит в уста, не оскверняет, кушайте, питайтесь испражнениями. Там очень много белков, жиров, углеводов. Ешьте испражнения. Если это не оскверняет, то, что входит в уста, а это не оскверняет совсем. Ешьте испражнения. Нет проблем. Значит, все нормально. То, что входит в уста, не оскверняет. Значит, надо есть испражнения. Ответ убедительный или нет? Я убедительно вам сказал или нет? Я не буду спорить с православной верой. Если человек следует православной вере, он может должен следовать тому, что говорят православцы, святые люди православные. Я не буду с этим спорить. Однако, согласно ведическому знанию, то, что входит в уста, оскверняет. Поэтому человек должен есть освященную пищу. Он должен есть пищу в благости. Пища может быть в страсти, в невежестве. Он не должен есть невежественные продукты. Он не должен есть пищу, которая осквернена какими-то другими факторами. Например, человек, который готовит вся в грязном сознании пищу, он думает о чем-то плохом, эта пища тоже осквернена. И поэтому одно и то же блюдо два человека готовят. Вкус у этой пищи разный. Одну просто неприятно есть, а другую есть человек с удовольствием. Если не оскверняет входящая пища, почему тогда неприятно есть от этого человека? Означает осквернение в вуст. Когда человек в вуста пищу кладет, осквернение происходит так же. Однако же, даже человек, который ест очень грязную пищу, но при этом очень сильно старается думать о том, что надо правильно жить и так далее. И Иисус Христос имел в виду это. Такой человек все равно очищает свое сознание. Но лучше же его очищать, когда у тебя чистая пища вошла в твой рот, чем когда грязная. Ведь труднее очищать, когда грязная вошла. Понимаете? Вот о чем речь идет. Прыжки с обрыва – это тоже путь. Спасибо за вчерашнюю лекцию. Счастье есть. Хорошая записка, но я ничего не понял. Отдохновляюсь очень запиской, но я ничего не понял. Простите. Почему, на ваш взгляд, идея реинкарнации не нашла отражения в основных мировых религиях? Почему не нашла? Во всех нашла, просто не все хотят это знать. Например, Иисусу из Христа спросили, а почему ребенок-то этот болен? Он такой маленький. Почему он болен? Родился больным. Он ответил за прошлые грехи свои. Это означает, что он жил в прошлых жизнях. Он маленький, какие у него грехи, он еще ничего не делал. Вот вам идея реинкарнации. Ранние христиане и знали об этом. Но на первых собраниях, вот христиан, эта идея реинкарнации была отменена. Иисус Христос не отменял реинкарнацию. Это ошибка. Кто такие контактеры? Чаще всего это люди с испорченным сознанием. Их диктуют книги сверху, они сильны, они слышат или видят текст. Чаще всего это люди, которые заблуждаются, потому что те высшие силы, которые действительно хотят дать людям знания, они сначала проверяют человека очень сильно. И проверка это означает такая, проверка у него такая. Такой человек должен служить духовному учителю, чтобы победить себе эгоизм. Когда он побеждает себе эгоизм, тогда высшие силы дают ему знания. Человек, который просто получает знания ни с того ни с сего, он получает чаще всего от этого демонических сил, от сил, которые хотят свести его с правильным пути. Это знание очень легко и доступно, достаточно сильно захотеть себя чувствовать каким-то необычной личностью, что я получаю высшие знания. Этого достаточно, чтобы захотеть, чтобы начать стать контактером. Понимаете, желание славы здесь, и почета, и уважения здесь сегодня налицо. Настоящий человек, который стремится к знанию, он вырабатывает все смирение. Человек, который то, что услышал изнутри, согласно ведическому знанию, должен проверить по Писаниям всегда. И сверить еще с мнением наставника своего. Ни один наставник ни в одной религии не скажет, что если ты начинаешь слышать голоса, какой-то голос тебе что-то диктует, что это очень хорошо на ранних этапах духовной практики. Вот когда человек достиг высшей святости, он уже сам понимает, что нужно слушать, что нельзя. Поэтому очень опасно прислушиваться к каким-то голосам, идущим изнутри, когда нет силы духовной. Что происходит, если человек не всегда получает возможность соблюдать режим дня? Спасибо за очень удивительный вопрос. Очень хороший вопрос. Оказывается, что сила времени наказывает таким образом. Она лишает возможности соблюдать режим дня. И все, кто здесь в зале сидит, если у вас нет возможности соблюдать режим дня, значит вы наказаны силой времени. Как выйти из этого состояния? Надо сильно захотеть соблюдать режим дня. Первое. Через ваше желание, постоянного желания соблюдать режим дня через несколько лет поменяет всю вашу жизнь. Вы начнете соблюдать режим дня, и в этом нет никакого сомнения. Первое. Второе. Если вы действительно понимаете, как его соблюдать, тогда вы будете пристраиваться. Например, вы можете поесть зерновые в 9 часов утра или в 3 часа дня. Выбирайте в 9 часов утра. В 3 часа дня не ешьте зерновые уже. Понимаете? Или раньше, или позже. Лучше раньше, чем позже. Или, допустим, вы не можете лечь рано, но в этом случае вы должны встать как минимум в 6 часов утра. Вы ложитесь поздно, но встать надо все равно в 6 утра. Потом чуть-чуть отдохнуть днем, и день не будет потерян. У вас тонус мозга будет нормальным, можно жить. Однако же, если вы встанете позже, то все, день потерян. Понимаете? Надо поэтому узнать эти тонкости тоже. Как, если вам приходится нарушать в лишнем дня, что делать? Вы не могли совсем пообедать, вечером зерновые есть все равно, не надо. Надо поесть овощей и лечь спать. На следующий день покушайте зерновых. Ничего страшного, не поврете за одну ночь. Можно ли встать рано утром с помощью будильника? Конечно, надо вставать с помощью будильника. Не вредно ли это? Не вредно. И ребенок чуть меньше пяти лет, по крайней мере, один раз ночью просыпается от того, что это может происходить. От чего это может происходить? У детей это часто происходит. Поэтому мать, как бы ей матери с маленьким ребенком очень трудно соблюдать режим дня. Но тем не менее, она должна это делать. Все равно должна стараться это делать. У ребенка, у детей это может быть, потому что это дети. У них есть цикличность сна. Она не связана с движением солнца, она связана с действием Луны. До семи лет особенно сильно Луна на сознании детей действует, поэтому до семи лет у них вообще никакого режима дня, вот такого сна. У них свой режим, вы должны его просто увидеть, исследовать ему и все. Скажите, пожалуйста, как приготовить приготовить топленое сливочное масло. Очень просто. Берете масло обычное, кладете в кастрюлю, включаете очень слабый огонь и помешиваете. Когда сверху янтарный слой появляется, пол кастрюли где-то масло, где половина слоя янтарного, надо снимать, это самое чистое топленое масло. Нижний слой можно использовать, просто добавлять в пищу тоже. Там белый такой осадок появляется. Надо постоянно мешать, аначе оно пригорит. Янтарный цвет должен стать, появиться. Очень просто приготовить. Но если вы как в это масло, это масло поставили в холодильник и оно у вас разделилось на два слоя, сверху беленькое, потом снизу потемнее, это значит, что это топленое, это сливочное масло, которое вы купили под кодовым названием сливочное масло, туда дообмешивали какие-то жиры животного происхождения или растительного. Если растительного происхождения, они будут снизу, а если животного, они будут сверху, сверху над сливочным маслом. Соя, влияние на организм, лучшее время для употребления. Это бобовая пища в обед. Влияние хорошее, нормальное, зимой особенно. Соблюдаете ли вы в точности режим дня? Я стараюсь соблюдать практически точно режим дня. Бывают ли исключения? Бывает. Например, бывают религиозные духовные праздники, которые я соблюдаю. И как бы надо, допустим, кушать где-то в 12 часов ночи, бывает раз в году. Но я не кушаю зерновые в это время. Я наедаюсь, ложусь спать. Там бывают определенные, благоприятно иногда так делать. Вот. Ну, а в основном, в других случаях нет. Я соблюдаю режим дня. Иногда в поезде, когда едешь, я в поезде не соблюдаю режим дня. Есть зерновые, когда хочется, потому что там поезд находится в невежестве, атмосфера осквернена, поэтому там что можно делать? Нам должно кушать и спать, только больше там делать нечего. Если начнешь думать, то мысли не тебе пойдут в голову. Подходит ли вечером вместо молока кипяченая вода со сгущенным молоком? Подходит. Также растворимое сухое молоко, растворенное, тоже подходит. Тот же самый результат, но как бы не совсем, конечно, это будет то же самое, но тем не менее, неплохо. С какой точки зрения вы оцениваете полезность и вредность продукта с позиции медика или с позиции толкования ветв? Моя позиция медика не расходится с позиции толкования ветв, потому что когда продукт является в благости, он приносит здоровье не только физическое, но и психическое и также дает хорошую судьбу. Все страстные невежественные продукты портят судьбу, и поэтому они не могут дать даже физического здоровья, со временем они портят также и физическое здоровье. Поэтому эта позиция вет, она, как ни странно, является позицией медика. Есть такая медицина, называется аюрведа, это ведическая медицина, согласно ее я говорю. Ваше отношение к печам, СВЧ, посуде, цептор и так далее. Посуда цептора ничего плохого не несет человеку, однако же печи СВЧ это является самым грязным видом огня, который только существует. Он приносит немедленно при его употреблении болезни иммунной системы, нарушается влияние луны на организм, нарушается сон. Такие люди чаще всего, особенно в детском возрасте, если человек употребляет пищу из этой печи, он будет предосположен к аллергическим заболеваниям, брокхиальной астме и так далее. Это основная причина этих болезней. Какие книги вы можете посоветовать для приобретения ведических знаний? Может сначала мои книги начать читать, потому что все остальное для вас будет сложно. Ведическое знание, оно изложено таким несколько сложным языком. Потом вы узнаете все эти книги. Есть Бхагавадгита, Шимакбхагавата и так далее. Если есть проблемы с лишним весом, как быть с зерновой пищей, ведь она считается очень калорийной. Если вы имеете лишний вес, достаточно вам не есть просто вечером на ночь и утром делать зарядку. Все, лишний вес пропадет. Обычно люди, которые едят и имеют лишний вес, они питаются плотно очень вечером и все пища усваивается. И достаточно зерна не есть до то есть есть где-то с 11 до часу и все лишний вес не будет прибавляться. В каком возрасте лучше всего рожать ребенка? В том возрасте, в котором выходить замуж. Я уже сказал этот возраст. Лучше всего рожать ребенка. Но если вы родили первым в этом возрасте, то до 40 лет можно второго рожать. Если у меня по жизни нет чувства насыщения пищей, я практически хочу всегда есть. А вес у меня небольшой. Как это преодолеть? Это означает жадность. Человек должен такое давать пожертвование. Он должен стараться всем жертвовать, желать всем счастья, жертвовать постепенно. Эта идея внутренне состояние пройдет. Я вас уверяю, что так происходит. Ответьте, пожалуйста, когда вы говорили молодому человеку, чтобы он не ехал в Сибирь. Мог ли он не поехать? Он ничего не мог изменить такого влияния времени. Он должен оставить тело в то время, когда положено ему. Однако, я же не знаю, вовремя он оставил тело или нет. Если не вовремя, если преждевременно он оставил тело, значит, он мог не поехать. В любом случае, человек, который видит, что человек должен погибнуть, он должен ему об этом говорить, предостерегать его. Скажите, с какого и по какой возраст можно рожать детей уже опять? Когда лучше родить второго ребенка? Был ответ. Опять СВЧ. Уже говорили об этом. Насколько вреден шоколад? Пока не скажу. Лекция об этом будет. Породбежитель скажет, совсем дурной доктор. А как же Бальзак? Он творил только ночью, при этом пил крепкое кофе, оказывается, что ночью сила луны дает поэзия, луна означает поэзия, сила луны, однако же ему следовало творить с трех часов утра, потому что в это время сила луны дает ощущение счастья, и тогда в поэзии не будет отпечатка обреченности. Нет? Действительно. что вы можете сказать о банях, какова польза или вред? Я считаю, что человек в баню должен ходить не раньше, не чаще, чем раз в месяц, или может быть, если сильно хочется, не чаще, чем раз в две недели, иначе будут проблемы со здоровьем. И так, я об этом сейчас не могу говорить уже очень поздно. И так, давайте будем желать всем счастья. Вам понравилось под музыку святого человека под звук? Или не понравилось? Будем так же пытаться? Эффект сильнее, опыт показывает. Вы можете это делать дома так же, в своей как бы духовной традиции, если у вас какая-то есть своя вера, найдите святого человека, и под его голос желайте всем счастья. Сколько раз, пока счастья не почувствуете. А если не почувствовали, значит, тогда продолжайте желать счастья, когда идете на работу, и продолжайте его желать сколько можете раз. раз. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...